здравствуйте дорогие гости моего канала и особенно друзья сегодня хочу заняться посадкой вот таких листьев это сорт лес карлетт это дн флёр это два листика я взяла маленьких у своей детки ли бериловый иней уже стаканчики я подготовила осталось только наклеить наклейку которая уже подписала и быстренько с вами сейчас посадим нахожу ли бериловый иней наклеиваю знаете вот эти оранжевые наклейки в украине я имею ввиду может быть явно конечно не не в украине делаются но они очень хорошо держатся зеленые салатовые наклейки очень плохо это так слову отлетают на раз-два со стаканчиков все черенки у листиков я немножко надломила чтобы не были такие длинные и высаживаем подсушила пять минут делаю углубление чтобы листики хорошо поставить так как эти листики маленькие с детки взятые я их посажу по два в маленький стаканчик и места хватит когда будут развиваться детки посмотрим может быть поделю на два стаканчика а пока что этого объема хватит так следующий кто у нас пойдет на теле скарлетт то же самое углубление листик все подсушенная хорошо на пол сантиметра листик углубляю все по три листочка тут меня лес карты и дэнклер следующем после укоренения листов будем заниматься снос головы трейлерной фиалки фанки трейл вот эти красотки покажу сейчас все обязательно и как детки выглядят и как прошлый раз мы с вами месяц назад примерно занимались размножением фиалки этой трейлерной хорошо когда наперед напишешь не нужно лишние движения какие-то делать подготовили себе работу и работаем потихоньку остался у нас дэн флёр меня на канале есть как выглядит эта фиалочка шикарные цветы огромные так все постепенно красиво дэн флёр стаканчик наклеиваю так хорошо липнут эти наклейки прям нравится главное черенки не сильно заглублять чтобы детки быстрее развивались быстрее нарастали вот работа с посадкой листьев фиалок закончена сейчас немножечко польем поверху совсем чуть-чуть не заливаем чтобы ничего не текло с этим закончили мы сейчас осталось нам поставить все стаканчики в контейнер обязательно закрою крышкой чтобы состав получить микроклимат свой тепло комфортно и влажность повышенная вот так вот выглядят наши листочки теперь я вам расскажу про эти красотки фанки трейл очень красивая фиалка трейлерная можно сказать ампельная есть основные такие моменты развивается вот одно растение в одну голову а потом нарастают пасынки и образуют очень широкую такую розетку полную пасынков и красивые красивые цветы розового цвета махровые не могу сказать что они большие но их достаточно много чтобы ими любоваться мне нравится пестрота листьев в общем они на каждом кустике по-разному выглядят вот так а тут мы с вами с этого горшочка брали в прошлый раз материал головы сносили и вот пошли пасынки они пока что с маленькими листочками листьями но их достаточно много и их можно прекрасно брать на размножение дать немножечко подрасти прекрасное растение которое выглядит в каждом горшке по-разному потому что окрас листьев меняется сам чем мне нравится трейлерные фиалки то что у них можно получить быстро новое растение и не нужно заморачиваться с листьями хотя и этот способ размножения доступен листьев много так что сейчас я буду размножать дальше эту фиалочку и вот такой вот есть у меня горшочек который нужно преобразить так как он вытянулся завалился на один бок и мы сейчас вот так вот можно выламывать рукой придерживаем и все первая голова готова для размножения полноценное растение будет примерно через 2-3 недели со своими собственными собственными корнями вот так можно пользоваться и я еще не протирала обязательно протирать после использования ножниц скальпеля протираем обеззараживающими средствами лучше себя как-то предостеречь вот все аккуратненько разделяем листья между собой чтобы не сильно ломались еще одна голова есть на укоренение думаю и эту возьму вот такая хорошенькая аккуратная это растение может быть даже я оставлять не буду потому что я вижу оно плохо выглядит тут почва закисала это видно и скорее всего я его не буду оставлять что дальше вот есть такой горшок где одна голова вытянулась очень далеко пасынков еще нет но я хочу сформировать этот горшочек чтобы он был пышный чтобы не разваливался во все стороны значит я беру и обрезаю лишнее а с пазух вот этих столиков пойдут пасынки нарастут и будет пышный горшочек для питания хватает листьям корни хорошие я скорее всего еще здесь покороче сделаю чтобы не выпирала растение само по себе вот так оставляем не боимся делаем правильно все трейлерные фиалки и нужно формировать без формировки не все растения хорошо выглядят вот и все еще раз повторюсь листья можно брать на укоренение если вам это нужно мне на сегодня хватит и вот этих голов которые мы с вами сделали нижние листья я убираю они все равно могут и отломаться повредиться и тут зачистить нужно стволик лишнее убрать закрученный мы поставим его правильно пусть даже он закрученный в одну сторону выставлю фиалочку я вот так вот не буду черенком вставлять чтобы вот так вот выглядела фиалка нет я обязательно выровняю ее и поставлю горшочек с торфом вот так правильно чтобы все росло у нас есть 1 2 3 4 5 6 как раз стаканчиками уже все подготовлены и подписаны и вставляем помещаем фиалочку и поливаем немножко все такое увлекательное конечно занятие вот вот этот крючочек сейчас я вот так просто выравниваю по стаканчику корешки правильно образуются и будет хорошо держаться растение следующий контейнер тоже немножко закрученная голова но мы поставим ее правильно стаканчики поместим тут тоже листья нижние убрать чтобы ничего не мешало я поставлю фото видео как цветет на это фиалочка нежная красивая нарядная яркая но дело в том что она яркая и без самих цветов но нарядная просто из-за своей красоты листьев вот у нас получилось с вами сразу 6 растений я думаю что это хороший способ размножения фиалки трейлеры это моя любовь так как видите хорошо выглядят прошлые укоренения красотки а если в большой горшочек посадить для трейлеров нужна широкая опложка но не глубокая если вот так вот посадить вместе посмотрите какая красота будет если еще цветочки появятся ну там уже любоваться и любоваться каждую секунду спасибо всем за просмотр всего хорошего до свидания